Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я предлагаю вам посмотреть на очень хорошие, действительно потрясающие, но недорогие средства. И начнем мы с вами с бренда Юр. А я вас предупреждала, что особенно если в конце года будет подборка бюджетных фаворитов, бренд Юр обязательно сюда войдет. Потому что средства недорогие для лица, это линейка Юр Ми, но действительно очень толковые. Мне нравится их состав. Здесь много антиоксидантов, здесь много смягчающих компонентов, липиды восстанавливающих компонентов, влагоудерживающих компонентов, тот же гриб Тримелла, экстракт душицы, например, который тоже смягчает. Мне невероятно нравится из этой линейки крем для глаз, он просто потрясающий. Называется антиэйджинг and brightening. Сюда входят пептиды, но больше, конечно, здесь антиоксидантов и здесь компоненты смягчающие. И он на оливатах, этот крем, на эмульгаторах, поэтому увлажняет он превосходно. У него текстура такого плотного питательного крема, и при его объеме ему просто нет равных. Я не думаю, что нужно на пептиды смотреть, я думаю, что достаточно посмотреть на антиоксиданты и на осветляющие растительные компоненты, конечно, на текстуру, потому что он подходит даже самой сухой капризной коже. То же самое я могу сказать про их крем для лица. Крем для лица заметно увлажняет кожу, он ее смягчает, у него очень комфортная текстура, я сама им с удовольствием пользуюсь. Мне очень нравится, как он ложится под макияж. Мне нравится его состав, опять же, на оливатах. Он впитывается хорошо, при этом не оставляет кожу ни сухой и ни жирной. То есть эта линейка действительно по текстуре потрясающая. Да, я бы сказала, что это такой достаточно базовый уход, где очень много в составе таких вот насущных ингредиентов, я бы назвала их так. То есть в первую очередь это увлажняющие, это липидовосстанавливающие, это антиоксиданты. Но работает она прекрасно, несмотря ни на что. И на коже она ощущается великолепно. У них из этой линейки еще есть сыворотка Ньютритив. Вот сыворотка как раз больше подойдет к коже сухой, потому что у нее такая текстура, знаете, немножко гелево-масляная. То есть это не просто какой-то легкий гель. И она оставляет на коже ощущение такой напитанной кожи. В паре с кремом работает очень хорошо ощущение, что вы на ночь сделали какую-то питательную маску ночную. Потому что вы встаете утром, и лицо такое расправленное, увлажненное, ну как вот мы с вами говорим, напитанное. Действительно есть такое дело. То есть вот Юр меня каждый раз удивляет, причем и диапазоном цен тоже удивляют. У них, например, потрясающие DD-кремы, но они не дешевые. Или, например, тоже гидрофильное масло не самое дешевое. И вдруг выходит вот такая линейка для лица. Дальше. Я когда захожу в Магнит Косметик, я периодически смотрю, что там есть. И я часто подхожу к стенду Кумихо. На все маски, представленные в обзоре, действует скидка 25% в магазине Магнит Косметик. Получить скидку 25% на серию Космецевтика от Кумихо можно только с 20 сентября по 31 октября. Делайте скрин, показывайте штрих-код на кассе и получайте скидку. Я взяла из этой линейки 6 масок. Они с разным абсолютным эффектом. Я взяла каждые по 2, чтобы не показывать вам, как всегда, грязные и ужасные упаковки. Я покажу новые маски, абсолютно разноплановые. Маска бирюзовая. Это маска Wrinkle Care. Маска с пептидами миорелаксантами, сигнальными пептидами. И она работает с морщинами разного профиля. В составе также есть антиоксиданты. У маски хорошая лекала. Так же, как и у всех масок Кумихо, много эссенции внутри. Поэтому нет ощущения, что кожа как будто бы, знаете, все в себя впитала. Можно даже потом излишки, если остаются, промокнуть салфеткой. Желтая маска. Это маска Brightening. Я бы ее очень советовала всем попробовать, потому что здесь разные формы витамина С, ниацинамид и зеленый чай. Вот если пигментация – это ваша проблема, это маска для вас. Вообще маска действует, знаете, такая маска с эффектом золушки. Дело даже не в пигментации, а в том, что вы ее наносите, и действительно более свежий такой сияющий цвет лица. Даже если у вас нет пигментации, все равно ее возьмите. Мне она очень понравилась по составу, как раз потому что разные формы витамина С и ниацинамид. Они в дуэте хорошо работают. Еще одна моя любовь, и это, наверное, мой фаворит. Это маска с плацентой, с гидролизованной пшеничной плацентой, гидролизованным коллагеном, гиалуроновой кислотой, пептидом меди и пептидами, способствующими регенерации и осветлению кожи. Маска хороша после пилинга. Маска хороша после того, как лицо, например, обветрилось. Но я ее делаю после пилинга или после очищающей маски. Эффект гладкой, даже такой, как будто бы немножко натянутой кожи, особенно после пилинга. Она прям очень хорошо сразу впитывается, очень хорошо восстанавливает. Я не наношу потом никакую сыворотку. Я закрываю маску, прям вот когда ее сняла, кремом. И мне очень нравится эффект на утро. Поэтому вот такие два точно у меня фаворита здесь были. Это желтая маска и розовая. Маска антиблемеж. Встречается, на самом деле, тканевые маски для проблемной кожи достаточно редко. Это маска с салициловой кислотой, с имбирем, ниацинамидом, витамином С. Поэтому, если у вас есть пигментация пост-акне, если у вас есть очевидные воспаления, маску как часть терапии, она успокаивает, кстати, очень хорошо, можно попробовать. Следующая маска фиолетовая, называется Firming and Lifting. В этой маске у нас с вами пантенол, аргинин, гидролизованный коллаген и сигнальные пептиды, которые будут работать над уплотнением кожи. Что мне понравилось в этой маске, что она, я так думаю, за счет гиалуроновой кислоты, гидролизованного коллагена, ощутимо кожу увлажняет. То есть у кожи после использования этой маски такой как бы эффект плампинг появляется. И вот для зрелой кожи тонкой это может быть очень хорошим вариантом. И последняя голубая маска, это маска Hydrating. Эта маска интересна тем, что здесь есть не только гиалуроновая кислота, но еще и полиглутаминовая. Они, особенно полиглутаминовые, работают очень хорошо над удержанием влаги. И вот эта вот маска, да, она очень хорошо увлажняет, но она, знаете, дает такой эффект glow, или, может быть, даже сказать правильно, glass skin. То есть такая увлажненная кожа, что вот она даже сияет. Маска вот эта, кстати, мне тоже понравилась, потому что и макияж очень хорошо потом держится. Я делала ее утром. И действительно есть вот этот вот эффект glow, такой как будто бы вот изнутри увлажненной сияющей кожи, которая вот из-под макияжа как бы, да, просвечивает. Очень красиво. Но самые мои две любимые здесь маски, которые мне больше всего понравились, это розовая и желтая. Вы знаете, что этот бренд тоже недорогой, поэтому, собственно говоря, он в эту подборку и попал. Еще одна очень интересная недорогая сыворотка, это MONMU, витамин P и кофеин. Сыворотка, которая подходит для морщинистой кожи, для кожи с отечностью и усталостью. Она антиоксидантная, но мне показалось, что она также будет хорошим подспорьем для людей с розацией куперозом. Потому что для меня самым таким явным эффектом этой сыворотки было то, что она прекрасно снимает красноту, снимает раздражение. Да, конечно, она подходит для зрелой кожи. Я вам уже про этот бренд отдельно рассказывала. У них хорошие составы. Там и водоросли входят в состав. И кофеин прекрасный антиоксидант, на самом деле. Не только он у нас с вами снимает отечность. Но мне показалось, что вот именно эта сыворотка с витамином P и кофеином, она, во-первых, какая-то интересная по составу, она необычная. И она очень явно действует. Текстура здесь такая комфортная, гелевая. Далее. Все время вам говорю про этот крем на консультациях. А в видео почему-то его не показываю. Это бренд Aronix. Но он у меня не раз уже входил в подборку бюджетных достойных брендов. И это крем для глаз, который называется Triple Effect. С разными формами коллагена и гиалуроновой кислоты. У него большой объем здесь 40 мл. И крем за свои деньги просто потрясающий. Просто изумительный. Он восхитительно увлажняет кожу. Он и не плотный, и не слишком легкий. Его, на самом деле, можно совершенно смело использовать на все лицо. Но как крем для глаз обычно я его рекомендую на консультациях. И отзывы более чем положительные. Если вы хотите пилинг с эффектом ВАУ, чтобы после первого применения был результат, как много лет назад, так и сейчас я советую вот эти вот подушечки Pilling Wish Formula. Потому что что они делают с кожей после первого применения, это не сказки сказать, не пером описать. Там вот такая большая подушечка, которая похожа на подушечку от Кушона. И состав пенится, когда вы распределяете по коже. То есть вы держите вот так вот эту подушечку, там такая есть веревочка-зацепочка, как вы Кушон наносите. И состав начинает пениться. Здесь еще витамин С, если я правильно помню. Гликолевая кислота в составе, молочная кислота, полиглютаминовая кислота, гиалуроновая кислота, экстракт томата, моркови. Сияющая, просто как заполированная кожа и минимум раздражения. Вот достаточно взять одну вот такую штуку, вы две недели ходите красавчиком. Действительно рекомендую. Они бывают еще в наборе, я раньше и скорее заказывала. А если покупать по одной, получается очень выгодно и недорого. Хочу еще раз вам напомнить про бустер с неоцинамидом от бренда Icon Skin. В чем его особенность, в чем его уникальность. Несмотря на то, что здесь 11% неоцинамиды, здесь есть цинк. Эта сыворотка уникальна тем, что она оставляет какое-то бархатистое покрытие на коже. Я помню, когда я ее первый раз попробовала, я нанесла и не поверила своим ощущениям. Я ходила по квартире, не закрывая кремом, и думала, ну когда же стянет, ну когда же появится липкость. Ничего подобного нет. Если вы не покупаете сыворотки с неоцинамидом, потому что они все для вас либо липкие, либо сушат и оставляет белесый след, попробуйте вот этот вот бустер. Он как-то вообще у них уникально собран и действительно отлично работает. Еще я часто на консультациях, и по-моему, когда-то давно-давно вам говорила про вот такую вот маску-лабораториум с церамидами. Маска в небольшом объеме, но на самом деле это ее качество ничуть не умаляет, потому что она очень здорово питает и восстанавливает кожу. У нее вот такая вот кремовая текстура, и она действительно качественно восстанавливает кожу. Мне очень нравится из-за ее текстуры, опять же, использовать маску после пилингов, чтобы увлажнить кожу, чтобы снять раздражение. Я помню, я впервые с ней познакомилась в зимний период времени. Как раз лицо такое было сухое, требовалась какая-то реабилитация. И мне очень нравится эту маску наносить тогда, когда не хочется наносить тканевую маску. На самом деле в какие-то моменты она чуть ли не полностью впитывается. Вот зависит от сухости кожи. Иногда даже там удалять просто нечего, потому что она впиталась как крем. А иногда она каким-то слоем остается на коже. Еще один очень хороший крем для глаз – это Retinol Intense от бренда Sombay Me. Я нейтрально отношусь к бренду Sombay Me. Вы меня постоянно об этом спрашиваете. Но мне, например, нравится очень их маска с матчей. И мне кажется, что одним из достойных продуктов вообще у них является, что сыворотка, что вот этот вот крем Retinol Intense. Здесь у нас с вами очень интересные компоненты. Это и пептиды, и разные продукты Центеллы Азиатской. Зеленый чай, тронексамовая кислота. И здесь на самом деле написано, что подходит для потемнения кожи вокруг глаз. Но на самом деле и для пигментации, вообще против каких-то следов усталости тоже подходит. Retinol здесь 0,1%. Очень хороший состав. Очень хороший состав и комфортная текстура. Крем, обратите внимание, вот с таким вот носиком. И у него, посмотрите, какая текстура. Он как будто бы жидкий, этот продукт. Но под глазами он ощущается таким даже, как, опять же, крем-бальзамом. Какая-то мысленистость, что ли, чувствуется. Но потом раз, и он впитался. И мне очень нравится, как он сразу же в моменте делает кожу, как такой расправленный, разглаженный. Очень красиво смотрится кожа. Если у вас тонкая-тонкая, мелкоморщинистая кожа под глазами, посмотрите этот крем для глаз. Потому что финиш у него, помимо состава, действительно хороший. Биоленда Супер Трио Ретинол Витамин С Экологен. Я уже разбирала эту сыворотку. Потрясающий у нее состав для бюджетного бренда. Очень комфортная текстура. Красивая стеклянная упаковка. Просто вот если бы не знала, что Биоленда способен на такие продукты, не поверила бы, что это столько стоит. И стабильные тебе формы витамина С. По сути, этот продукт можно назвать витаминизированным, потому что там витамин А, насколько я помню, а не ретинол. Масло Ши, масло Бабасу. Вот, помню, что хорошего в этой сыворотке. Она тоже на оливатах. А, нет, она с ретинолом. Она со стабильными формами витамина С, с разными, с гидролизованным коллагеном, с бета-ситостеролом, с глицинами сои. Я вот помню, что эта сыворотка меня очень сильно впечатлила по составу. Обратите, пожалуйста, на нее внимание, потому что она более чем достойная. Мне кажется, можно заканчивать пока что эту подборку бюджетных средств. Но я думаю, что такое видео еще будет выходить. Особенно в конце года. Ну, а вы напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, какие бюджетные недорогие продукты открыли для себя вы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok